Сегодняшнюю гостью проекта «Правда-24» знают, прежде всего, как экс-солистку группы «Виагра». Но в позапрошлом году она показала себя совершенно с иной стороны. Ее узнали как очень интересную и, я считаю, перспективную киноактрису. Альбина Джанабаева сегодня у нас в гостях. Добрый вечер. Садитесь. Альбина, у нас есть традиция в программе. У меня, как правило, бывает соведущая. Мы кошек пристраиваем зрителям. То есть вообще изначально, конечно, я планировал, что будем гостям. Давайте животное сюда. Но гостей, как правило, уже есть. Знаете, судьба уже пристроила ко мне одну кошку, одного кота, скажем так. Сама судьба, боже, он симпатичный. Это она, ее зовут «Хонда», потому что ее на автосервисе нашли. И имя такое перспективное. Да, мы заодно пропиарили еще эту марку. Вот такая она, красотка. Слушай, а если гость не возьмет, то что? А гости не берут. Иногда берут, швыдкой взял в театр, знаете, мышей ловить. Но мы зрителям отдаем, поклонницам или поклонникам. В вашем случае, скорее, наверное, поклонникам. У вас хорошая такая благородная миссия. Ну, хоть что-то, да, должно быть что-то благородное в журналистах. Вся она такая непугливая, да, хорошая. У вас ведь есть кошка, да? Я вообще люблю собак. Я собачница по натуре. Да, у меня вот прям был единственный друг вот с 11 лет, как меня родители купили. Собака прожила 14 лет. Это по собачьей большой срок крупная порода, колли. Я, конечно, прям его как своего друга воспитывала, дрессировала. Вот, и когда я его не стала, я себе сказала, что все, никаких собак. Ну, это была трагедия прям, я уже во взрослом возрасте. Динар, Динар, вот, и я сказала себе, никаких собак, больше все, нечего. И вот тут, значит, появился у меня, подарили мне вот такого крошечного Йорка. И делать нечего, растопило на мое сердце. В общем, живет у нас пятый год. А Йорка-то как зовут? Луиджи, Луиджи. А кота удивительно прибился, вот прибился к двери. На самом деле их двое было, но двоих уже не выйдет, два братика. Они маленькие, одинакового размера, рыженький и беленький. Вот, но как-то так получилось, что беленький приболел немножко. И, в общем, ну, все, принесла я его и сказала, все, лечим, выхаживаем, пускай живет. Ну, он уже разъелся, он уже такой, уже хозяином себя почувствовал. Вам 11 лет было, да, когда вам Динара... Да, когда я у родителей просто вытребовала. У вас в этом году Константину, сыну вашему, 10, да? Будет, да. Да, он как, как он к домашним животным, или у него гаджеты вместо домашних животных, как у них у всех сейчас? Ну, как же, ну, как же, мы, в общем-то, нет, у нас домашние животные, нас окружают, и ему нравится кот, потому что его можно потискать, и он ничего не делает. Собака же вырывается, он неспокойный весь по натуре. А кота можно поносить, одеть на шею, как в мультике, но все, уже кот сопротивляется тоже. Гаджеты, конечно, присутствуют, что делать, боремся, сами дарим и сами же боремся. Но, в принципе, на уровне утренника в школе спеть песню есть. Но он будет в шоу-бизнесе или нет? Ну, как мать считает, нет? Ну, не мать считает, нет. Нет, да. Все так, все матери шоу-бизнеса говорят. Нет, ну, как получится, естественно, как у него, ну, пока у него нет ни малейшего вообще интереса ко всему происходящему, он съемки терпеть не может. И если, там, я не знаю, я беру его с собой на какие-то, на какую-то съемку, он уже просто весь изводится, он уже не знает, чем заняться, и... Ну, а как он вообще к вашему творчеству? Ну, слушает он? Слушает, естественно, слушает. Почему, естественно? Ну, а почему, потому что я его показываю, в принципе. Нет, ну, он поддерживает меня, он уже в таком возрасте, когда он понимает, что его мнение для меня очень важно, и что-то... Ну, вообще, я, в общем-то, с детства прислушиваюсь, даже там, не знаю, когда ему три года было, говорю, а как ты считаешь, это лучше или вот это? И мне было интересно, что же он выберет, что он скажет. Ну, а сейчас уже немножечко все изменилось, и если он приходит на спектакль, он делает свои выводы какие-то. Мам, я бы еще раз посмотрел. Видев уже дважды, он говорит, я бы еще раз посмотрел, ты возьмешь меня? Возьму. То есть ему нравится, когда идет действие, когда вот процесс ожидания, приготовления, там, каких-то дублей, ну, человек просто... Я упомянул кино, когда прошлого года «Измена», где вы сыграли одну из главных ролей. Ну, фактически, мне кажется, что это главная женская роль. Ну, вот как мне показалось. Да, в принципе, ну, я считаю, что, кстати, главная женская роль была у Франциски, она прошла через весь фильм. У меня была роль второго плана, следующая женская роль, скажем так. Ну, вот вы запомнились и зрителям, и, как мне кажется, профессионалам тоже, потому что я помню отзывы, несколько бесед на эту тему. Как так получилось, что Кирилл Серебренников, вот, неожиданный, как мне кажется, кастинг был, вот, зная его достаточно хорошо. Да, ну, вы знаете, неожиданный, для меня он тоже был неожиданный, ну, как бы, в принципе, так. Ну, он понимал, что вы солистка украинской поп-группы? Нет, ну, сначала он сказал, что он не понимал, но, тем не менее, мы ему спели в караоке «Цветок и нож». Вот, с Кириллом, да, да, да. А, у вас дает был? Он поет? Он поет, он поет. Я в следующий раз попрошу его капелло, что-нибудь исполнить. Я думаю, что он откажет, ну, не знаю, как пойдет, конечно. Ну, так в компании он поет, и очень даже неплохо, я хочу сказать, поет замечательно. Вот, и все, прошло какое-то время, мы вообще не обсуждали никаких планов, ни творческих, ничего. И меня, в общем-то, вызвали, он вызвал не на пробы еще, а просто поговорить. Поговорить о роли, выслали мне сценарий, я прочитала, да. Вот, ну, конечно, меня захватило, конечно, мне хотелось, хотелось что-то попробовать. И сценарий меня прибил, честно скажу. Просто я начала читать, и вот через там час я закончила. Ну, тогда разлучница такая, там, фактически, в общем-то. Да нет, дело не в разлучнице, и дело не в этом совершенно, а сама история вообще. Сама эта трагическая история, она меня раздавила. На Хонде в двух словах рассказать, я-то фильм видел в двух словах, расскажите, как вы эту историю себе видите. Она меня поняла. Ну, как я эту историю вижу себе? Ну, в принципе... Ну, чтобы вот, есть же люди, которые не видели, допустим, измен. Вот сюжет двух слов в вашем... Ну, это такая вариация, вы знаете, нет, ну, тема-то хорошо известная всем, в принципе. Даже если человек будет говорить, что нет, это не про меня, и со мной такого не было, ну, никто не поверит, и я не поверю, и вы не поверите. Тема, не знаю, основная, наверное, в нашей жизни. А здесь вариация, что могло бы быть, если бы события сложились бы вот таким образом. Ну, вот сюжет просто, вот, расскажите, как сюжет, там приходит человек... Как обычно, совершенно, совершенная случайность. Приходит, да, человек приходит к врачу, и узнает о том, что... Его жена ему изменяет. Ну, конечно же, он не хочет в это верить, но так складывается, что... С мужем врача. С мужем врача. Да, ну, такая завязка, конечно, ух, детективная. Детективная, да, да. То есть, уже после этого интереса. Ну, и все, зерно, в общем-то, сомнения уже посеяно, и вот начинается... Он начинает уже смотреть и присматриваться вообще к мелочам в своей жизни. Ну, и у них возникают отношения, ну, и так далее. И как в жизни, и как в жизни. И как в жизни. Ну, вот я считаю, что вот эти отношения, конечно, возникшие, они не совсем здоровые, вот, на мой взгляд. Это отношения не людей... Людей, не тех, которые, в общем-то, выбрали друг друга... Ну, не знаю, как угодно, там, симпатии, да, вот, с каким-то интересом. Вот, вот, свободные люди. Это люди, объединенные горем, в принципе. Вот. То есть, вы считаете, что их махисы вместе было? Махиска нелепа, да, вот, их, там, секс первый какой-то. Это все было нелепо, несуразно, странно, неловко, вот. А вы сами, вот, вы по жизни мстительный человек, обидчивый, вы запоминаете обиды? Да я не мстительный, вот, а там, месть, это такое, конечно, чувство странное. Ну, я воспитываю себя, я обидчивая, я обидчивая, да, и была в школе обидчивая. Ну, как-то меня могли какие-то вещи ранить. Какие? Ну, любые, вот, любые. Вот самая мелочь могла меня ранить, да. Но сейчас, видимо, я не сильно там изменилась в глубине души, в принципе, структура моя, ну, она и есть, вот, моя структура. Но, конечно же, я вырабатываю в себе, в общем-то, определенные качества. Да, ну, плюс я повзрослела, и уже могу проще смотреть на жизнь где-то с юмором. Я помню, что когда вы об этом фильме говорили с Федором Бодорчком, вы фразу произнесли, о которой я, ну, споткнулся. То есть я даже в Ютьюбе просматривал, остановился, перемотал, два-три раза прослушал, просто запомнил. Что же я такого сказала? Да, вы сказали, что любая провинциальная девушка должна очень хорошо выглядеть с утра. Нет, это я так делаю, мысли были. Я подумал, почему с утра, почему так. Это был вопрос о том, что... А, он спросил у меня, сколько мне времени нужно, чтобы выйти из дома. Да. Вот так было. Да, вы сказали, что пять минут из чемодана. Я сказала, что мне нужно уже где-то семь минут, или я уже не помню, сколько. Но действительно, очень мало. В принципе, я могу выйти из дома, ну, просто что-то одев на себя. Но раньше я так не считала. То есть раньше мне казалось, что нужно как проснуться, привести себя в порядок, так сказать. Накраситься. То есть вот эта разница, ну, разница вот именно в том, что как человек воспринимает себя. Понимаете? То есть сейчас уже, видимо, и ритм такой у меня, как бы, и не знаю. И действительно не это главное. Не это главное. Накрасишь ты с утра ресницы и сделаешь румяна, или нет, понимаете? Вот я просто зацепился за определение провинциальной. Вы себя по-прежнему считаете провинциальной, будучи уже международной звездой. Думаю, вот скажите. Ну, как вам сказать, считаю себя провинциальной. Да я себя не считала провинциальной. И, в принципе, ну, я родилась в большом городе. Городище? В городе миллионики. Волгоград, почему же городище? А у вас стоит место рождения? Нет, я родилась в городе Герой Волгоград. Жила там всю свою жизнь. А, то есть это неправильно указано в Википедии? Городище – это район, скажем так, куда мы переехали, где я прожила, ну, сколько, наверное, 5 лет, окончила школу и уехала. А вообще город Герой Волгоград – это мой родной город, поэтому... Вот видите, как у вас в Википедии написано «Городище, Волгоградская область». Волгоградская область. Туда я переехала, там заканчивала школу. Мы с родителями получили квартиру там, да. Когда вы там последний раз были? Ну, полгода назад. Ну, в прошлом летом, да, 13-го года. 13-го года, да. Понятно, понятно. Не путайте меня. Я так понимаю, что вы, наверное, если мы говорим о солистках группы «Виагра», легендарной, вы, наверное, одну из первых, если не первые, узнали о том, что коллектив прекратит свое существование. Ну, я не думаю, что я была одной из первых. Ну, где-то это был наш состав, это был состав, в котором я работала, да. Да. Вы сразу понимали, что у вас будет продолжение карьеры сценической? Или вы рассматривали варианты с кино, там, я не знаю, на психолога вы учитесь, там, что-то. Да, закончила. Или вот вы когда узнали о том, что прекратит коллектив в этом составе существование, вы сразу поняли, что у вас будет сольная карьера. Для себя как-то определить. Или это был вот момент каких-то размышлений, переживаний? Ну, во-первых, вот как сказать, постоянно приходится уточнять, в тот момент, когда я узнала, что коллектив, ну, то есть я не узнала об этом как о факте, то есть мы думали, что делать дальше. Мы советовались с Костей Меладзе, мы разговаривали, там, с Евой Бушминой, потому что мы остались вдвоем. Мы советовались и думали, брать ли третьего человека или что. Понимаете, да, то есть, ну, этот третий человек уже, я даже не знаю, ну, это было бы опять, ну, как бы, я уже никто не верил, что это может быть надолго, как-то так, серьезно. Ну, понимаете, да, то есть уже веры как-то в это не было. Вот, поэтому было принято это решение. Естественно, оно было принято, ну, как вам сказать, и осознанно, и с размышлениями, и с раздумьями. Понятно, была разная борьба чувств, там, все понятно. То есть, когда более-менее стабильно все у нас происходит, конечно, проще было бы, наверное, взять третьего человека и продолжить работать. Ну, так, по пути меньшего сопротивления, но это уже тоже, знаете, нас и ранило, это как бы несерьезно выглядело, вот, поэтому было принято такое решение. Что будет дальше? Ну, как вам сказать, я считаю, что это определенный шаг, этап, ну, в общем-то, шаг был сильных людей, как мне кажется, остановить, и Костин, прежде всего, и наша тоже. То есть, там решения все-таки коллегиальные приняли? Коллегиально, однозначно, абсолютно. Всегда так было? Не всегда так было, но в этом случае было именно так. Нет, ну, например, вот когда... Не всегда так было, относительно чего? Ну, таких решений монументальных, знаете, решающих так судьбу, их было всего лишь, там, три. Они решались коллегиально. Я бы упомянул социальные сети, и у вас в социальных сетях какие-то клоны существуют? Ну, да, существуют. Я думаю, что не только у меня, а у всех. Это понятно, но вы вот абсолютно по этому поводу, как это называется, не паритесь, да? Вам все равно, что кто-то от вашего лица делает в том числе... Ну, нет, мне все равно, мне это неприятно. А разве не существуют достаточно эффективные способы борьбы с этим? Ну, вот сейчас, допустим, в одной социальной сети девочки взялись, активно сделали официальную фан-страницу, и все остальное они объявляют фейками. Это ВКонтакте? Да, 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 вот, ну и где-то я там сама веду, скажем так, где мне интересно, когда мне интересно, иногда мне не хочется ничего, не писать, не выкладывать, ну вот так. А возвращаясь к Константину, вы ему разрешаете активничать в соцсетях? Нет, конечно, нету, пока нету, он пока не проявляет интереса. Знаете, разрешать или не разрешать, это тоже такие меры крайние какие-то. Пока он не проявляет никакого интереса, и я спокойно ожидаю. А вы вообще, в принципе, в семейном контексте, мы не про профессиональную деятельность говорим, вы, ну там, в отношениях с близкими, с родителями, вы мягкий человек или вы волевой? Блин, мне кажется, я же, ну, не мягкий человек. Мягкий, да? Не мягкий человек. Мне кажется, я вырабатываю себе и терпимость, и, ну, как, все равно все зависит и от настроения, но в большинстве случаев я уже знаю, как будет, поэтому я должна быстро, коротко изложить, как это будет, все. Вы же не один ребенок в семье. Не один. У вас и брат, и сестра. Да, брат и сестра, поэтому, видимо, это качество старшего ребенка, понимаете? А чем занимается брат ваш, и чем занимается ваша сестра? Мой брат, он живет сейчас в Волгограде, он работает, ну, у него творческая профессия, скажем так, его зовут Борис. Борис Борисович. Борис Борисович. Так что его жене очень повезло, да, и всем его родственникам. Как же повезло, все женщины борются с весом, наоборот, не повезло. Да нет, может, знаете, что-нибудь легенькое, скажем так. Вот, моя сестра, она мастер по волосам. Тоже в Волгограде? Прекрасно на укладке. Ну, она то там, то там, она ищет себя. А ее как зовут? Ее зовут Катя, Екатерина. А почему вы, допустим, Екатерину, я считаю, что на самом деле заниматься волосами, это очень близко к шоу-бизнесу. Ну, да. Вы ее не привлекаете? Привлекаю, конечно. Привлекаю, да. А Борис Борисович? Борис Борисович в качестве личного фавора не привлекаю. А почему они в Волгограде? Потому что они патриоты города или потому что в Москву? Вот брат мой патриот города, он приехал в Москву, он пытался больше пяти лет. Больше пяти лет, он пытался работать и как-то жить, и влиться. Но не его это город. И мне кажется... Не его? Не его. И было немножечко удивительно, но тем не менее во мне вызвало это такое уважение. Он реальный патриот. Удивительно, вот Волгоград. Удивительно, когда мы с реальными патриотами. Это символик, я не знаю, все... Ну, у него просто он собрался, сорвался и уехал. И это правильно, он там нашел свое счастье, создал семью, и это замечательно. А Катя, она в Москве, она и в Волгограде жила, и в Москве, то есть она вольная птичка. Племянники, племянницы есть у вас? Пока что нет, родных нет. Понятно. Про Москву. Скажите, то, что в Москве хорошего, мы все знаем, да, вот, за что мы любим Москву. Что в Москве вас, допустим, огорчает? Что вы в Москве не любите? Нет, выдумывать не надо. Я поняла, я поняла. Сейчас попробую. Если все прекрасно и все хорошо, то давайте прямо на этом... Нет, ну, в принципе, все прекрасно и хорошо. Ну, вот, знаете, вот сейчас мы не будем вдаваться в какие-то... Ну, в разные периоды разные вещи меня огорчали, скажем так. Ну, какие сейчас? Вот в 14-го году. Но сейчас, мне кажется, с одной стороны, с одной стороны, вы знаете, какое-то безразличие, вот это безразличие. Ну, а с другой стороны, как бы, а как без этого? Это огромный город. То есть в Волгограде люди теплее, да? Нет, не теплее. Нет? Потому что обычно всегда говорят, что вот у нас, ну, откуда бы человек ни приехал в Москву, у нас люди теплее, а вот в Москве все вот такие... Ну, Москва деловой город, поэтому, в принципе, мне это и нравится. Наверное, это меня не огорчает, что каждый, в принципе... А вы деловая женщина? Да нет, я не деловая женщина. Да, мне тоже сказали, что нет. Нет. Вы знаете, у нас есть такая традиция новая... То есть я так и не сказала, что меня огорчает в Москве, видимо... А я понял, нет, так это и хорошо, это уже ответ. На самом деле для меня это уже ответ. Ну, хорошо. Для меня это уже ответ, смотрите, Гоша Пуценко научил нас в такой игре. Она называется «Игра в правду». Значит, как это дело выглядит? Есть колоды четырех цветов, есть фишки тоже, соответственно, четырех цветов. Интересно. Написаны вопросы на этих карточках. Голубые карточки – это вопросы на «Подумать», белые карточки – это «Я должен буду придумывать» вопрос. Красные и желтые – это то, что называется откровенными и неудобными вопросами. То, что больше всего я не люблю, когда господит что-нибудь из этого. Да, да. Вот сейчас мы с вами попробуем в «Правду» поиграть. Значит, вот вы фишку отсюда, из такого чешечка. Одну, что ли? Одну, да. Можете две сразу. У нас три вопроса. Так, белая. 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 Ну, это вопрос, на самом деле, на… Да. Любой. Да. Он любой, потому что это свободный вопрос. Свободный вопрос. Вопрос от меня. Вопрос такой, что вы слушаете из музыки? Вот вы в машине, вы же вряд ли «Биагру» слушаете. Да, слушайте, я много чего закачиваю в айфон и… Ну, что вот у вас в айфоне, что вот у вас закачано, что вы… Такие плейлисты у меня в айфоне. Да, вот сейчас. Вот в данный момент, знаете, я сегодня достала, даже не в айфоне, я сегодня достала из багажника, из коробочки, рождественские песни. Знаете, разных абсолютно лет. Ну, к сожалению, это не наши песни. У нас нет радости, у нас очень мало. Ну, кроме елочки, пожалуй, да, там можно сделать ремикс, что-то всевозможное. Ну да, но все равно настроение создается, да. Потом у меня лекции сейчас еще в машине. Да, то есть я слушаю лекции. Ну, скажем, по саморазвитию, да. То есть и в общем-то, в какой-то степени они заменяют музыку. Ну, а так это, в общем-то, легкая-то поп-музыка. Опять придет. Ну, хорошо. У нас еще где-то. Давайте. Это может быть все-таки красный. Красный, красный. Красный, да, выбирайте. Как мне под руку-то. Зачитывайте. Вот, я люблю эти вопросы, поэтому. Да. Изменяли ли вы когда... А мне нужно читать его? Да, конечно. Малыш, ну, малыш, ты, я прочитаю, да. Либо своему партнеру, а можно не к текущему. Не к текущему. Ах, наверное, я слукавлю, если скажу, что этого... Что это меня не касается, потому что выше я сказала. Да. О том, что это касается каждого... Для нас, да. Ответили лаконично, но я думаю, что зрителям понравится. Последний. Не расстраивайтесь. Я не расстраиваюсь. Так, какой вы там загадываете? А белый опять. А белый. Но подумать сегодня не... Да, на белый опять... Свободный, да. Нет, да, вопрос не... Скажите, пожалуйста, вот про вас, тебе не написано, что вы украинская певица, ну, потому что... Ну, потому что коллектив, да, с Украиной. А вот вы себя ощущаете, как вот, если бы вам надо было выбрать, я понимаю, что раньше было бы очень советская певица, которая представляет все республики. Вот если бы выбор ставил бы украинский или российский? Вы российский? Ой, слушайте, ну, я всю жизнь жила в России... Да почему же сложно? Я всю жизнь жила в России и в Украине, в принципе... В Украину я попала впервые, наверное, ну, после 20 лет. Ну, какая я украинская, ну, скажите. Хорошо, спасибо. О, спасибо. Спасибо. На самом деле, вывод, который мы делаем каждый раз, что с правдой, на самом деле, лучше не играть. Правильно? Точно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok